Первая часть, связанная с настойчивостью, я просто как-то де-факто предположил, что те люди, которые сидят здесь, так или иначе ее обладают, иначе вы бы просто не пришли в субботу сюда и не сделали те шаги, которые вы предприняли, чтобы показать уже наработанные продукты, продемонстрировать их потенциальным инвесторам и так далее. Да, это действительно обязательно. Что касается продавать или делать продукт, я тоже здесь полностью согласен с Эдуардом, то есть необходимо двигаться небольшими гипотезами, то есть вы ставите гипотезу, что если я сделаю вот в своем продукте вот это вот так, я смогу достигнуть вот таких показателей, вот за такое время потрачу на это столько денег. При этом необходимо продать это вот на такую сумму, то есть получится, не получится, это не всегда известно. Конечно, должен быть здравый смысл, то есть если вы, не знаю, приезжаете в Африку продавать шубы, то скорее всего у вас не получится, да, то есть здравый смысл должен присутствовать. Но во всем остальном гипотезу нужно проверять и мне очень нравится такой простой примитивный подход, в свое время описанный Тони Шей, наверняка многие из вас читали эту книжку «Доставляя счастье». То есть там приводилось в пример две компании. Одна из них сделала гипотезу, что если она будет продавать продукты питания через интернет, то сможет вырасти, многие будут покупать и все станут счастливыми, в том числе и инвесторы. Они стали строить логистические центры, инвестировать в склады, в оборудование, в транспорт, в общем много денег, миллионы, сотни миллионов долларов они вложили в инфраструктуру. Но ничего не вышло, то есть в начале 2000-х, если не ошибаюсь, никто не собирался заказывать еду через интернет в тех объемах, чтобы окупить эти инвестиции. Компания в итоге закрылась. Тогда как основатель запаса он сделал проще, он решил, что людям будут покупать обувь через интернет. Он не стал строить логистические центры, он просто создал интернет-страничку, на которую выложил обувь, и как только к нему прилетал заказ, он просто шел в соседний магазин, который эту обувь продает, и отправлял по почте тому, кто купил. Пусть даже он не зарабатывал, пусть он даже где-то терял, но он проверил гипотезу, сколько заказов можно обработать, сколько их будет поступать через страничку в интернете. И я считаю, что точно так же нужно двигаться в любом бизнесе, не пытаться делать гипотезу большую, масштабную, дорогостоящую, сидеть, там, два года что-то разрабатывать. Нужно сразу выходить в поля. Спасибо большое. Так, ну, значит, что мы записываем?